Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем работу с конфигурацией 1S ERP И сегодня мы завершаем изучение темы бюджетирования в данной конфигурации И говорим мы о лимитах на расходование денежных средств Это последняя тема Следующее занятие уже будет посвящено производству Хочу вам напомнить, что в конфигурации ERP версии 2.2 Производство реализовано совсем по иному, как в 2.1 По 2.1 есть на канале более давние видео Но по 2.2 мы будем подробно очень смотреть Хочется отмечить, что то, что сейчас мы смотрим бюджетирование В принципе, актуальное для 2.2 Вернее, для 2.1 А вот, что касается 2.2 бюджетирования, они похожи Но с производством так нет Там все надо смотреть с самого начала Итак, что такое лимиты на расходование денежных средств? Это не что иное, как финансовый контроль Финансовый контроль реализуется с целью обеспечения контролирования исполнения бюджета Мы с вами говорили, что существуют разные задачи Это составление бюджетов, это исполнение бюджетов, это анализ бюджетов, а еще и контроль исполнения бюджетов То есть, если мы в бюджете закладываем 500 тысяч на оплату канцелярских товаров То, наверное, нам нужен какой-то механизм, который автоматически не даст нам превысить эту сумму И сегодня мы с ними знакомимся Итак, как это все работает? Прежде всего, вы должны зайти в НСЕ администрирование, в раздел казначейства Включить заявки и контролировать превышение лимитов Без этого это не работает Далее вы идете в модели бюджетирования Как и я, идете в лимит расходования денежных средств Нажимаете добавить по виду бюджета Выбираете тот, который вам нужен Я выбрал оплату поставщикам И у меня сформировался лимит Что хранит в себе лимит? Он хранит в себе статью бюджета, наименование, периодичность Вид лимита это разрешающий в пределах лимита Дополнительно ограничивающий по каким-то аналитическим разрезам И информационный, просто информирующий У меня сейчас создан лимит, который отрабатывает по статье движения денежных средств Давайте заглянем сейчас в вид бюджета Здесь у нас оплата поставщику, как вы можете видеть На самом деле, примитивный бюджет Одна статья, а я одна аналитика Мы ввели экземпляр бюджета, опять же, тоже примитивный на февраль Поставили 50 тысяч и создали заявку на расходы денежных средств Вы можете видеть, что это, конечно, у нас поставщик Давайте убедимся, у нас есть статья ДДС Оплата поставщику Мы нажимаем с вами чпок провести И он нам говорит нет, нет, нет Потому что лимит 50 тысяч, а у вас стоит 55 Давайте поставим ему 49 тысяч И я вас уверяю, это проведется Прекрасно, просто прекрасно это провелось Давайте сейчас сходим в отчеты Теперь мы можем, в принципе Смотреть отчеты по бюджетированию с чистой совестью Поскольку мы используем уже весь функционал на сегодняшний момент План-факторный анализ Действительно, то есть сумма план, сумма факт Как вы видите, все у нас отработало Перерасход у нас просто нет Поэтому показывать здесь нечего Да, кстати, мы когда с вами сформировали в прошлый раз Давайте посмотрим сейчас значение нефинансовых показателей Убедимся, что они есть Вот значение нефинансовых показателей мы с вами видим Оборотно-сальдовую ведомость Еще раз смотрим По зарплате она у нас есть Тут надо просто это по-другому настраивать Как настраивать, я вам показывал Это вручную указывать В правиле фактического получения Откуда мы должны брать эту аналитику Так, идем дальше Что-то по бюджетированию У нас осталась вот такая вот вещь Рублики У нас на самом деле одна валюта Поэтому проблем опять же никаких не должно быть Оборотно-сальдовая ведомость По показателям бюджетов Показатели, напоминаю Это некие, скажем так Коробочки, у которых хранятся у нас значения То есть статьи по ним делают Либо плюсовое движение приходное Либо расходное минусовое Ну, соответственно, вот у нас обучение Выручка, денежные средства Минус 153 Приход, расход, сальдо на конец Вся математика перед вами На этом мы с вами заканчиваем изучение бюджетирования Что я хочу сказать в завершении Мы с вами рассмотрели По сути все инструменты Давайте сейчас посмотрим А, вот задача бюджетного процесса Еще не глянули Давайте посмотрим Как вы видите, у нас задача выполнена Не выполнена Мы это с вами смотрели Когда она будет выполнена Тоже все это видно И статистика по выполнению задачи Отчеты все есть Отчеты мы все с вами абсолютно сформировали Они абсолютно все рабочие Есть еще, конечно, вот тут пара отчетов В связи с статьей показателей бюджетов Давайте их тоже сформируем Оплата поставщикам Коэффициент влияния На денежные средства уменьшает Продажи товаров Коэффициент влияния На выручку Увеличивает На денежные средства никак не влияет В общем, как настроите Так это и будет влиять Что еще Не знаю Проверка связи показателей бюджетов у нас есть Данные для расчета отклонения Мы с вами все это проверяли В принципе В принципе, это все работало Сейчас мы на этом особо останавливаться не будем Так вот Что я хотел сказать в завершении Мы с вами рассмотрели Детальки, из которых собирается работа под системой бюджетирования На сегодняшний момент мы с вами рассмотрели Детальки под системой планирования И детальки под системой бюджетирования Этого вполне достаточно для того Чтобы на самом деле его использовать Подробно рассматривать сотни примеров Я смысла не вижу Потому что все они разные И практика показывает, что решение задач Оно всегда разное Какого-то оптимального решения нет Единственное, я хочу еще раз повторить О том, что бюджетирование Это управленческий инструмент По сути Это называемое бюджетное управление О чем я сейчас рассказываю На плейлисте экономика И бизнес образования И эксплуатируя бюджетирование В интересах вашей компании Помните, что вы сами определяете его структуру Это не регламентированный учет Ни с какой стороны На этом я сегодня с вами прощаюсь И мы с вами встретимся уже позднее И будем говорить о том Что такое вот эта подсистема производства Как ее настроить Как она работает Для чего здесь Какие кнопки Какие здесь есть функции Она ждет очень подробное изучение Видите, здесь сколько разных кнопок И все они разные Что хочется сразу сказать Переработку на стороне Мы рассматривать не будем Это очень примитивно Сразу мы включаем управление ремонтами И узлы объектов эксплуатации Потому что управление ремонтами У нас будет однозначно И однозначно это у нас будут И узлы объектов эксплуатации Вне всяческих сомнений Я не закрываю месяц Завершая вот этот этап Который мы с вами изначально планировали В нашем неком условном Примере внедрения Потому что бюджетирование на месяц Не влияет на закрытие По крайней мере пока Итак, до свидания До скорых встреч Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Пишите вопросы Если я не ответил на ваш вопрос Просьба писать Либо на почту Либо в скайп Потому что действительно Я не вижу всех вопросов И когда-то просто получается Что я на них отвечаю Через 3 месяца После того, как их задали Это нехорошо выглядит Я это понимаю Но ничего не поделаешь Почту я проверяю каждый день И вы получите ответ Я вам обещаю Какой-то В течение 24 часов точно Итак До скорых встреч До производства